Дорогие друзья, доброе утро. Я уже пришла из магазина, ходила в фикс прайс. В общем, мне нужно было в Валберес. Муж у меня пошел в лес, а я говорю, ну тучи такие ходят и сегодня воскресенье у нас и передают просто ливневые дожди. Не знаю, сама не слушала, не смотрела, ничего, надо вот посмотреть. Говорят, в Нижнем очень сильный ураган прошел, то есть в субботу, а у нас вот видно остаточное явление. Как я показывала вам, мы ехали с озера, был очень сильный ливень, такой продолжительный довольно таки, но особого ветра не было, именно ливень такой. А там, видимо, и деревья повыкорчевывало, я не знаю, может жертвы какие-то есть. Муж мне сказал, что там вот такое. Не знаю, в каком районе, чего там, как там, но вот. А у меня, у приятельницы, с работы вот Светок, с которой мы ездили в деревню, у них же свадьба 29-го. Светочка, если меня смотришь, если может Анютка смотрит, поздравляю на всей душе и желаю долгих лет совместной жизни в любви и согласии. Вот. Ну, я позвоню тебе, поставлю, конечно. Вот. Не знаю, как, как вы там. Там, видимо, был ураган. Ну, пока я не знаю об этом, надо почитать, посмотреть, что там. В общем, я зашла сначала в фикс прайс, потом купила вот молоко около рынка в киоске и творог большую пачку взяла. На прилавочке взяла вот такие вот нектаринчики маленькие, они мягкие, вкусные, по 150 рублей. Вот. Из продуктов ничего больше не купила. В фикс прайсе что я взяла? Вот ходила, у меня я две штуки покупала, вот таких вот. Я пользуюсь пенкой. Пенка очищающая. В общем, надавливаешь, она получается как пена для бритья мужчин. И очень удобно. Она для снятия макияжа, то есть из глаз. Вот один раз я так лицо и с глаз прям замечательно все снимает и не сушит кожу. Я покупала магнит косметик. В общем, и фаберлик я покупала. Любые пенки, которые подходят, ну, чтобы не сушили кожу, главное, да. А вот в фикс прайсе тоже, ну, здесь вот органия. Ну, не органика написано, да, а органия вроде бы того, что. Это вот с алоэ, я уже брала с алоэ, еще с чем-то, уже не помню, с васильком, по-моему. В этот раз я взяла с календулой. И там с васильком есть. И вот так же с алоэ. Чем они хороши? Здесь еще есть вот такая вот щеточка. Ой, здесь вот этот. А, здесь вот фиксатор, да. Ой, что-то. Какой-то мусор отвалился. И здесь вот такая, видите, силиконовая щеточка такая прям, которая можно, надавливаете, выходит пена и круговыми движениями очищаете лицо. Очень удобно. Прям. И 149 рублей, конечно, в магнит косметик дороже. И срок годности до 25-го года. Что такое срок годности продолжительный? И вот я взяла еще две штуки. Очень классная вещь. Вот. А, что еще в фикс-прайсе? Сегодня зашла, с мужем только были, да. Ну, там выкладывали товар, еще не все, видно, выложили. Вот подносики эти появились, такие деревянные. Тоже симпатичные. Ну, думаю, куда мне? И посуду не надо. Хотя мне вот эти вот и пиалочки понравились, и блюда такое сорвировочное. То, что я показывала. Ну, думаю, нет. Сдержу себя. Муж тоже говорит, ну, куда? Ну, тарелки у нас есть. Все тут есть. Ну, так для разнообразия, конечно, можно было. Но уже ставить некуда. Не стала я брать. Удержалась. От этого соблазна. А так хотелось. Ну, купила вот такие вот лианы появились. Вот даже как-то лаванду напоминают. Ну, они такие более серенькие такие. Ну, купила. Когда мы были, не было. Были такие лианы. Ну, такие какие-то они, да. Ну, откуда-нибудь в беседку. Но не домой. Я уже потом подумала. Такие цветочки у них, как гвоздички. Ну, ни к селу, ни к городу. У меня вот эта вот штучка здесь висит такая. Ну, тоже так себе. Какие-то осенние листья. Ну, а вот эта вот мне понравилась. Хочу ее никак не распакоить. Она здесь на замке застегнута. Так. Там же нельзя вот раскрутить и посмотреть, как она будет в полную величину. Ну, ну, все-таки взяла я такую штуку. Ну, вот она на камеру какая-то голубая. На самом деле она более такая серо-зеленая, что ли. Как вот с пыльцой какой-то. Ну, от нее нет ничего. Не сыпется. Она обыкновенная такая. И вот такая вот лианочка. Ну, я ее как-то сразу посмотрела. Там еще с такими кругленькими листочками, которые видно прям, что такие искусственные они. И эту прям сразу взяла. Нет, эту я возьму. Мне она понравилась. Ну, что ты будешь делать вообще прям запуталась. Так невозможно. Ну, здесь много вот петелек. То есть, ее можно как-то, да, как угодно повесить. Можно вот так вот, да, чтобы она погуще была. Спускалась. В общем, как-нибудь повесим. Вот. Ну, и то есть, вот начало-то вот здесь у нее. И, а здесь вот у нее так. Ой, господи, запутался. А здесь у нее так вот. Вот. То есть. В общем, можно как-нибудь, как-нибудь повесить. Как-нибудь повесим. Вот такие покупки были в фикс-прайсе. Вот другой я даже не стала уже смотреть. Ну, мы, в общем-то, все видели. Я так мельком пробежалась. Вроде бы ничего больше нового не поступило. Что я взяла в Валперес? Я заказывала такой вот, ну, такие вот футболочки, как лапша. Знаете, мне понравился. Люблю горчичный цвет. Вот горчичного цвета. И взяла, они такие, ну, пишут, что маломерки. Я взяла даже и 54, и 56 размер, на всякий случай, да. То есть, там вот пишут, прям на два размера больше берут, если хотите, чтобы были вот так вот. Свободно. Ну, как бы мне в обтяжку не надо, чтобы все тут обтягивала. Вот. Ну, я померила 54, она мне, в общем, хорошо. Она вот как-то здесь прямо сделана, ничего не выделяется. И хорошо. Единственный недостаток на высокий рост. У меня рост 164. Она, в общем, прям прикрывает пятую точку. Но не хотелось бы такую футболку, такую длинную. Хотелось бы до середины бедра. Ну, бывают туники. Но это не туника, это как-то не то, не сё. Вот она лапша. Вот цвет замечательный. Мне понравился. Ну, горчичный, или как его ещё назвать, называется он. Ну, в общем, горчичный, да. Как-то ещё его называют. Ладно. Взяла бы её. Подумала, может быть, её укоротить. Но она такая ткань, что вот на машинке надо, на трикотажной машинке. Но я как-то отдавала футболку укоротить. Ну, так же вот пришла, по-моему, мне. Или с Бонпри. Тогда ведь это не Валберес. Нельзя померить, там потом вернуть. А там же пришло по почте, и всё. Ну, ты можешь, наверное, отправить. Ну, это опять затраты. Зачем это надо? Ну, короче говоря, мне пришла футболка, которая мне длинна. И я её отдала. Думаю, ну, я могу, конечно, укоротить. Но трикотаж, как я укорочу? Он будет вот так волнистыми. Волнами. Как бы ты ни делал, всё равно нет такого. Ну, какой-то такой вот сорочечный шов. Ну, такой вот нужен. Ну, и что вы думаете? Мне так подогнули, и тоже как-то было некрасиво. Посмотрела я вот в ателье, как будто они не соображают тут, ей-богу. Если нет у вас такого приспособления для подгибки трикотажа, зачем вы берёте тогда? Ну, взяла, конечно. Так я уже, естественно, её носить куда-то не очень-то это красиво. Когда вот этот вот... Ну, короче говоря, вот из-за этого очень длинная и нехорошо уже смотрится. Она не должна быть такая длинная, вот такой вот этой футболкой. А так футболочка мне понравилась. Цвет прям мой. Мне идёт такой горчичный цвет. Вот, отказалась. Взяла, так, заказывала масло. Где-то я ещё какой-то этот... Что-то ещё у меня был, куда я и делала. Так, господи, ещё потеряла. Потом покажу. Типа жидкого хайлайтера я ещё заказала. Так, одна на одном канале нахвалила его очень сильно. И я решила, мне тоже надо. Иногда, вот действительно, девчонки, вот мы, да, блогеры вроде бы. Вам что-нибудь расхваливаем? Мы такие же девочки. Посмотрим что-нибудь, кого-нибудь кто-то купил. И тоже хочется, и тоже надо. Ну, в общем, попробуем. Попробуем. Ну, это, конечно, так. Летом уже как-то что-то и ничего и не наносишь. Если я хожу в приятком солнце, я уже от загара даже на лицо наношу крем. Или просто дневной обесновенный. В общем, вот ещё я заказывала масло облепиховое. Я уже заказывала облепиховое масло. Уже его благополучно выпила. Кто-то мне, одна моя зрительница или подписчица, не помню, извините, посоветовала, что вот ей врач, ну, тоже с поджелудочной, тут то ли камень у неё в желчном, и чтоб желчь отходила. Так вот, ну, короче говоря, для пищеварения, заживления, ран, ну, как бы в кишечнике тоже, посоветовал врач ей, когда к гастроэнтерологу ходило масло пить вот это вот облепиховое. Мне врач ничего не советовала. И спасибо этой моей зрительнице. Вот как хорошо, когда есть такое общение, что на своём этом, на себе испытали, да, помогло и посоветовали. Большое спасибо. Очень хорошо. Вот я стала пить это масло. Буквально там нужно две чайные ложки в день. Я пила, ну, побольше чайной ложки с утра на голодный желудок. Потом, ну, есть, естественно, где-то минут через 20-30. И, вы знаете, у меня не стало тяжести под, вот, под ребрами, как была. Ну, я ещё пью у меня порошок, вот, сейчас покажу, порошок расторопши. Я сначала встаю, немного водички выпью, потом масло, значит, ложку выпью. Через какое-то время я вот пью, ну, вот такое я брала эко, вот это вот расторопши. Она уже в порошке, хорошая. Я как-то покупала расторопшу в пакете. Столько там вот этих вот отходов и столько вот этих палочек всяких. Мне пришлось её ещё промалывать в кофемолке. А это уже прям вот классная штучка. Чайную ложку запиваю где-то половиной или целым стаканом воды. Всё это я делаю с утра. И потом, в общем-то, у меня всё хорошо. Ну, конечно, естественно, там зарядка, какие-то движения, наклоны, насколько это хватает. Я вот, кстати, если прямо стою, если я делаю зарядку, начиная постепенно, нерезко. Вот иногда приду в магазин, вот наклонюсь зачем-то, и у меня вступает в спину. Делаю зарядку, и всё хорошо, потому что постепенно мышцы растягиваешь. Всё это делается постепенно. И я делаю наклоны, то есть при наклонах тоже. Вот желчь, она отходит, начинает как-то всё это, организм-то, работать. Ну, то есть всё как-то у меня наладилось. Прям вот фу-фу-фу. И спасибо, кто мне посоветовал масло облепихи. Вот, девочки, это для меня спасение. Может, кому-то не подойдёт. Вот, прям хорошо. Я заказывала сначала у другого продавца. Там по 100 миллилитров две бутылочки было. А это вот 250 миллилитров в одной бутылке, вот в тёмном стекле. Хранила я в холодильнике. И утром, ну-то мужу говорю, будем с тобой пить масло. Мы с ним постоянно какое-то масло пьём. Мы вот пили масло. Чёрный вот этот вот мина, ну, я один раз выпила, что не очень приятно. И там ещё написано, что надо в воде развести, что не очень мне понравилось. И поставила. Ну, масло такое оно тоже лечебное, для чего-то пригодится. Дочь мне присылала масло льняное. Можно, конечно, семя льна, но его надо обязательно размалывать в кофемолке, потому что семя льна, оно так, как зашло, так и вышло. Никакой пользы вам не принесёт. И только надо в порошке, вот как расторопшу, размалывать. И можно добавлять куда-то. В пищу, вот, можно добавлять. Вот, ну, мы вот, масло я и так льняное покупаю. Ну, хорошее масло такое вот, эко. Потому что в магазине где-то в пятёрочке я не беру. Где-то вот специальный эко-продукт нужно покупать. И дочь мне присылала масло льняное. Вот мы уже выпили, тоже вот в такой бутылочке. А сейчас у нас масло чёрного кунжута. Надо почитать от чего. Ну, тоже, наверное, полезно. Ну, короче говоря, тоже побольше чайной ложки. Ну, может, десертную ложку с утра на голодный желудок. Или у нас есть такие большие чайные ложки. Вроде бы и не десертные, и не чайные. Что-то такое среднее. Раньше, помните, в советские времена ещё клали их в чай. Вот индийский чай продавали. И всегда какие-то ложечки туда вкладывали. Сейчас я покажу, какие ложечки. Хорошие очень ложки. Так, извините, отвлеклась. Вот такие, вот такая вот ложка. Да, то есть это вот, видите, она больше, чем чайная, меньше, поменьше, чем десертная. Вот такие ложки вкладывали. И вот такие ложечки в чай вкладывали. Прям замечательные ложечки. Такие они блестящие прям. Вот. И до сих пор они у меня есть. Много мы тогда чая покупали. И вот везде была ложечка. Я уже не помню, какой там чай был. Кто помнит такое, да, покупали же. Было такое. Вот. Ну и вот такое масло. Масло облепихи. Рекомендую. У кого проблемы. А проблем, наверное, у всех с пищеварением. В общем, какими-то периодами. Ну вот выпьем эту вот бутылку. Сменим масло. У меня муж и я тоже пили как-то. Оливковое масло. Вот это вот холодного отжима. Холодного отжима. Этот бергерс мы покупаем. Мне нравится. Оно не горчит. Такое масло. Такого нейтрального вкуса. В салат добавляем. Там тоже я на Валберис заказывала. В салат добавляем. А и вот как-то пили. Но его почти по столовой ложке мы пили. То есть вот, ну не целую столовую ложку. И добавляешь сок лимона. В общем, вот это вот оливковое масло с соком лимона пили. Тоже утром на голодный желудок. Ну как-то вот, наверное, это полезно. Но все-таки вот масло облепихи для именно, для поджелудочного кишечника очень хорошая вещь. Девочки, рекомендую. Так, что еще? Что я в Валберис? Я заказывала себе рюкзаки. Рюкзаки. Я один раз заказала рюкзак. Пришел бракованный. Ну и в общем-то он мне и не понравился. И молнии прям вот присылают. Просто бракованный. Вот она с одной стороны расходится. До середины была молния открыта. Здесь все вот так. И главное прислали. Брак. Ну хорошо, что с меня не взяли. Я еще тогда как-то с меня брали за возврат. Потому что бывает бесплатный возврат. А бывает, что платный возврат. И вот как-то у меня, правда, 50 рублей тогда за какую-то вещь тоже. А кофта какая-то была. И там с пятном она пришла. Я говорю, не то, что пятно кто-то поставил. А вот именно в краске. Ну что-то с красителями. Я говорю, девушка, вот смотрите. Говорю, ну брак. И она как-то пометила. Видно, может быть, неправильно что-то сделала. Ну вот с меня взяли. Ну думаю, ну ладно. Я, правда, написала им, что вот бракованная. Но у меня ответа не привета, ничего. Ну ладно, что сделать. 50 рублей. Меня богатые не сделают. Сняли и сняли. Ладно. Ну вот в этот раз, да, бракованная я сразу. Девушка, смотрите, молнии вообще. Вот я его только открыла. И прислали. Вот кто отправляет. Действительно. Валберис. Уже же возвращали, наверное, как брак. И снова это все дело отправляют. Ну она пометила. Девушка была другая такая. Ну там, может, более серьезная. Может, такая вот молоденькая. Она недавно чувствуется. Она все так там старательно делает. И с меня не сняли деньги за этот, за возврат. Ну, не знаю. Может, снимут. Но не сняли, по крайней мере. Так вот. Я не видела такого. Ну вот. И сегодня заказала два рюкзака. Я их сначала отложила. Вроде бы цена так 1400-1300. Мне хотелось просто тканевый рюкзак. Ну, чтобы он более-менее такой качественный был. И вот какой-то такой-какой. Да? Симпатичный. Ну и вот такой вот рюкзак я взяла. Другой еще он более такой, знаете, прям сиреневый-сиреневый. Очень такой цвет яркий. С металлическими молниями. Вроде бы все так хорошо. Ну, такой же и по форме. И все. Вот тут, по-моему, даже чуть-чуть поменьше. Нет, наверное, такой же. Но вот такой яркий цвет. И карманов меньше внутри. Я так посмотрела. Не знаю, сколько это. Один дешевле, один дороже. Но, скорее всего, мне вечно все понравится, что подороже. И он пришел так. Тот уже был как-то запакован. Без коробки. Этот пришел в таком пакетике. Прям хорошим. С замочком здесь. Хорошо запакован. Может быть, даже его никто и не смотрел ни разу. Вот. Здесь единственное, вот эти вот лямочки такие, видите. Не гладкие блестящие, а вот такие хб-шные ремешочки. Но мне даже это больше понравилось. Не будут эти на одежде шаварушки делать. Ну, вот такие вот. Иногда вот бывает какая-то лента внутри куртки. И надеваешь, и на футболки вот эти вот начинаются вот эти вот шаварушки какие-то. То есть портится. Трикотаж. Здесь вот такие вот. Видите как? А, здесь даже какая-то лента. То есть ее можно, наверное, на чемодан надеть. Взяла в поездку, когда поедем отдыхать. Ну, и мужа в то же время нельзя много на себя нагружать. Ну, чемодан так вот ввести все-таки. И у меня неудобно. Я в руке вечно в каком-нибудь пакете с маленькой сумкой. А это можно и маленькую сумку повесить. Ну, можно, конечно, ее в чемодан пока убрать. Когда туда едешь, обратно можно уже и сумку, и все на себя, да, натянуть. Вот. И такой вот рюкзачок. Очень хорошо. За плечами. Карманов тут много. Вот здесь вот карман. У того, правда, еще вот так. Вот здесь вот единственный был кармашек. Здесь вот, да, вот. А вот здесь карман еще. То есть впереди два кармана. Сзади молнии один карман. И там внутри прям вот много карманов. Вот центральный такой тоненький. То есть, ну, можно куда-то какие-то документы туда, например, положить. И здесь карман. И все на молнии. Все на молнии. Все так это хорошо. Молнии я проверила. Все работает. Вот. То есть тут вот, где куртку свернуть, положить. Вот поедем же, например, мы так планируем в октябре поехать. Вот. И, в общем, нужен мне был рюкзак. Да и так вот куда-то даже порой. Ну, в лес я не знаю. Летом жарко мне на спине, например, вот когда что-то тут касается, да. И так жарко еще. Рюкзак наденешь. С другой стороны, можно и с рюкзаком ходить там на прогулку. Просто я еще не оценила. Не оценила. Можно так вот носить, видите, как это можно так вот надеть. Ремешки, да. Ну, как-то не знаю. Ну, я его, в общем-то, как рюкзак приобретала. Были и сумки. Ну, там большой выбор на Валберрис. На любой вкус. Читаю отзывы. Смотрела тут. Сумка-рюкзак можно там. Ну, я вот лучше этот рюкзак. Хотя это вот, пожалуйста, берешь и как сумка. Есть с двумя ручками рюкзаки, сумка-рюкзак. То есть, вот переделывать, чтобы и то, и другое было. Мне, в общем-то, это не надо. Сумки у меня есть и так. А так вот. Рюкзачок такой маленький. И вот такой цвет. Там написано, по-моему, бежевый. Но он как немножко в лавандовой. И молнии здесь, знаете, пластиковые такие. Легко открывается, скрывается. Ну, в общем, все мне понравилось. И цвет такой неяркий сильно, что прям вот это. Ну, нормально, короче говоря. Кому надо, ссылки пишите. Потому что, ну, может быть, и не надо. Вот. Ставьте лайки обязательно. Потому что это, соответственно, как бы, помогает продвижение. Видео. Не забывайте ставить лайки. А то я вам тут рассказываю, показываю. А вам порой даже лень лайк поставить. Дорогие мои зрители. Вот. Когда вы что-то спрашиваете, я вам отвечаю. Я посмотрела других блогеров. Ну, просто вот для интереса. Я посмотрела одну. Вот я иногда ее смотрю. Я как-то давненько ей что-то писала. Она спросила, что она мне даже не ответила. Думаю, а у нее и зрителей вроде бы, и подписчиков много. Думаю, что вот она даже считает выше своего достоинства. Хотя особого там ничего это не видно, да. Ответит человеку, если ей кто-то напишет. И вот я посмотрела. Ну, я иногда ее смотрю. Я от нее уже давно отписалась. Я иногда смотрю. Ну, вот так вот зашла, думаю, а другим она отвечает вообще или нет. Ей кто-то чего-то там пишет. Она даже не ответит. Ну, бывает там что-то поставит сердечко. Иногда. Ну, я понимаю, блогеры-миллионники. Или там много-много этих комментариев. Я бы не сказала, что у нее прям очень много комментариев. Ну, я считаю, это как бы неуважение человек тебе написал. Ну, хотя бы что-то, одно слово написать. Или вот поставить сердечко. Это, наверное, несложно. Ну, я думаю, и вам несложно будет написать приятный комментарий. Поставить лайк. Вот. И пишите, кому надо, ссылочки я дам. Потому что это не реклама. Когда реклама, да, естественно, нужно обязательно оставить ссылку. Обязательно и в комментарии там ссылку оставить. И под видео ссылку оставить. Это уже как бы, когда приходит товар тебе бесплатно. Это твоя обязанность. Ну, естественно, вот мне недавно предлагали. Ну, что-то. Не буду говорить, что. Не буду говорить, кто. Предлагали. Но уже как бы это вот не актуально для меня. Я отказалась, например. Из-за того, что вот эту вот рекламу делать. Ну, много, наверное, зрителей. Я не к себе. Не призову этим. И в то же время затрачивать свое время. Вот здесь я вам показала. И все. Ну, это я показала свои покупки. И тем более, да, вот почему я должна там рекламировать какого-то продавца. Он мне товар бесплатно не прислал. Деньги мне за это не заплатил. Я делюсь своими покупками. Если вам что-то понравилось, вы напишите. Я вам скину ссылочку, если очень хочется. Ну, хотя это вот рюкзаки набрали в поисковике на Валберес. И вам там сколько миллион их. И выбирайте на любой вкус. И также по комментариям выбирайте. Фильтруйте комментарии. Потому что есть там, конечно, и проплаченные комментарии. Всякое бывает. Вот. Поэтому вот так. Спасибо, что заходите на мой канал. Спасибо всем, кто пишет комментарии, комментирует. Потому что я знаю, что вы меня смотрите. Хотя просмотров у меня не очень много. Да. Очень жаль. Вот. Хотелось бы, чтобы просмотров было побольше. Ну, опять же, мне предлагали. Также в ВКонтакте пишут. Предлагают, чтобы раскрутить канал. Чтобы еще чего-то. Вот. Мы вам. Да. Ну, конечно, это нужно за это заплатить. А зачем я вот это... У меня все, что мои подписчики и просмотры. У меня ничего не куплено. Я как вот есть, так и есть. Как есть, так и есть. В общем-то, веду свой канал, потому что мне это нравится. Ну, нравится снимать. Нравится иногда. Выкладывать иногда не хочется. Ну, это уже, да, я никому ничего не должна. А когда что-то присылают на рекламу, да, я уже должна. Это товар, который вот... Ну, какой-то мелочи, которая мне не нужна. Если бы мелочь, которая бы мне понравилась, и сказала я, да, мне вот это надо. Я бы хотела это получить для своего пользования. В то же время сделать хорошо этому рекламодателю. Муж идет из леса. И, соответственно, уже как бы и им хорошо, и мне хорошо. Ну, а теперь всем пока. Спасибо за просмотр. До новых видео.